Я хотела бы процитировать слова героев советской анимации по сюжету книги Валентина Иванова «Русь изначальная» такими словами. «Придет беда, аль нет, а ты паши да сей, верить надо лучшее, жизни ждать». Поэтому пусть это будет вашим девизом на новый вегетативный год. Несколько слов о нашей компании. Сумиагра Россия – это агрономическое подразделение японской компании Sumitomo Corporation. Sumitomo Corporation – одна из старейших многопрофильных корпораций как в Японии, так и в мире, которой более 400 лет. Мы внедряем открытие лучших наукоемких агрохимических компаний Японии. У нас есть принципы, которыми мы руководствуемся, и мы работаем на ваш результат. Почему нет? Хотелось бы поговорить, вспомнить уходящий год. Мы в любом случае должны проанализировать какие-то недочеты, чтобы, возможно, избежать ошибок этого года. Но нужно отметить, что мы живем в такую эпоху, когда очень сильно на себе претерпеваем климатические изменения. Это связано не только с антропогенным фактором, но и это естественный процесс в природе, который обязательно происходит, который имеет свою цикличность. В связи с этим очень многие процессы в растеневодстве перестраиваются, увеличиваются или, наоборот, уменьшаются фазы антогенеза культур, увеличивается количество генераций вредных объектов. Многие вредные объекты становятся более агрессивны, меняют ареал своей вредоносности. Если виды, которые раньше были вредоносны только на территории Южного региона, они сейчас мигрируют активно в Центральную Россию, на Дальний Восток. Поэтому вредоносность ввиду климатических условий очень сильно растет. И по данным синоптикам, именно территория России больше всего подвержена изменениям, губительным изменениям климата России вообще на планете. Вот поэтому нам нужно менять свой какой-то подход, ментальность, быть готовым, всегда быть готовым. Каждый год он новый, как всегда говорят, неординарный. Что же все-таки помешало нам прошлый год получить более высокий урожай? Опять, я повторюсь, это все погодный фактор. Мы не получили осенних дружных сходов, была очень сильная засуха. В некоторых хозяйствах на полях появились посевы спустя полтора-два месяца после посева. Вы сами понимаете, с точки зрения биологии это просто крайне непозволимо. Что очень сильно снизило иммунный статус растений. Слабое развитие мы наблюдали уже на начальных этапах антогенеза. Что потом в дальнейшем и ослабило, в дальнейшем в период вегетации, ослабило вообще состояние растений в целом. И потом мы получили затяжные дожди, пониженные температуры воздуха в период цветения озимой пшеницы. И вот этот фактор, низкая солнечная инсоляция в период цветения озимой пшеницы, в этом году для южного региона он был новый. Как на Кубань могло не хватить света? Но это же просто нонсенс. А мы знаем, что все процессы, самый главный процесс растеневодства, это процесс фотосинтеза, он обязательно идет в присутствии света. Вот света не хватило. Просто не случилось процесса оплодотворения на некоторых полях. И до этого очень было много стерильных колосьев. На одну треть были пустые колосья, иногда и целиком колосья. То есть вот это новое действительно для нас явление такое природное, с которым мы в этом году столкнулись. И, конечно, как снежный ком, нарушение тога питательных веществ из соломины в зерно из-за большого количества осадков и высокой влажности в период налива и созревания зерна. И также такой момент, который очень сильно проявляется в последние годы, опять он же связан с погодными условиями, явление гербицидного токсикоза. Почему? Потому что очень часто мы заходим в поля, не потому что у нас нет каких-то возможностей, а потому что просто погода не дает. И мы зачастую заходим не своевременно, когда уже наступают критические фазы применения гербицидов, что очень сильно вызывает высокую токсичность для растений. В этом году было очень четкое явное проявление гербицидного токсикоза. Мы наблюдали очень сильно гербицидный токсикоз остался с прошлых лет, то есть не было промывного режима с осени. Когда дожди, которые выпали весной, препараты поднимались и как раз-таки оказывали погубное действие, еще там фазу кущения, фазу выхода в трубку. То есть проблем, которые связаны именно с погодными условиями очень много. Хотелось бы немножко сделать такой экскурс в наши регионы российские. Обратите внимание, что все проблемы также связаны с погодными условиями. В регионе Волга также отмечалась гибель частичная, списание посевов. Это республика Татарстан, Башкортостан, Удмуртская, Чуварская республика. Также снижение качества зерна, большие потери за счет осыпания. И выпавшие осадки в июне и в июле привели к растянутому срокам уборки. А в Волгоградской области вообще уборка закончилась только в сентябре. Ситуация в регионах Черноземья очень схожа с нашим климатом. Обратите внимание, погодные условия также способствовали интенсивному развитию септериоза, мучнистой росы. Ситуация на Дальнем Востоке тоже достаточно была критическая. На территориях ближе к Казахстану урожайность была ниже 15 центнеров. В связи с этим отмечается уход от зерновых культур в сторону более маржинальных. В связи с этим мы получили проблемы, которые отразились на качестве зерна. Очень много в прошлом сезоне мы отмечали фитосанитарные проблемы. Почему мы их поднимаем, мы не должны о них забывать и в этом сезоне. Все болезни, мы знаем, откладывают инфекционные свои растительные остатки, откладываются в почве. Вся инфекция в основном сохраняется в почве и растительных остатках. С учетом того, что в этом сезоне было огромное количество, то мы должны держать руку на пульсе, что если создадутся благоприятные условия, то многие болезни мы уже можем отмечать даже в осенний период. Инфицированные растительные остатки, о чем да, я говорил о колоссовых культур, кукурузы, сахарные свеклы, сои и других культур на поверхности почвы, они все будут создавать фитосанитарные проблемы. Возделывание восприимчивых к пузырьозу сортов гибридов кукурузы, инфицированное поверхностного слоя почвы грибом рода фузариум и снижение ее супрессивных свойств. И подытожив, да, вообще вся одна большая фитосанитарная проблема свелась к тому, что мы в этом году наблюдали проблемы по фузырьозу колосса. Даже в тех регионах, даже в тех районах, в частности, в Ростовской области, когда об этой болезни знали, но не думали, что она будет в таком огромном количестве. Вот это все причины, предикторы, которые способствовали формированию, обострению фитосанитарной обстановки по фузырьозу колосса. Эта же проблема, она носит не только снижение урожайности, да, фузырьоз колосса, это еще образование большого количества микотоксинов в зерне. Содержание микотоксинов делает зерно непригодное к употреблению, и ритейлеры сейчас предъявляют очень высокие требования к содержанию микотоксинов в зерне. Это вообще, скажем так, проблема, наверное, планетарного характера, фузырьоз и микотоксины к этому, от этой проблемы, потому что это очень гибкий вид, он очень быстро адаптируется ко всем погодным условиям, и, в общем-то, эта проблема, она сможет настигнуть и в следующем году. Что же, какие факторы способствуют развитию фузырьоза? Это относительно высокие температуры воздуха ночью, воздуха осенью, это 18-28 градусов, относительно невысокий, 18-20 весной. То, что мы вот в этом году, в общем-то, имели. Это повышенная влажность почвы и бедный органическим веществом почвы со слабой и средней кислотностью. И вот последний фактор, он привел к обострению не только фузырьоза колоса в пассивах зерновых культур, но и некоторые познакомились, некоторые познакомились поближе с этим заболеванием. Такое заболевание, которое называется афиаболез, или черная прикорневая гниль, угольная прикорневая гниль, которая в период эпифитоти, который мы в этом году с вами отмечали, приводит к снижению урожайности порядка 80%. Это заболевание связано с низкими, по содержанию, органическим веществом почвы. Это, скажем так, низкая культура земледелия. И самое неприятное в этом заболевании, что оно не купируется средствами защиты растений. То есть мы не можем применять ни протравители, ни обработки по вегетации. Это работа, это агротехнические способы борьбы, это севооборот и, конечно, внесение повышенных доз удобрений, в частности фосфорных, которые укрепляют клеточную стенку и снижают количество этих заболеваний. Стоит отметить, что это заболевание сохраняется в почве до 7-8 лет. Поэтому, если сложатся погодные условия, аналогично этого года, мы можем также увидеть вспышку этого заболевания. Ну и в посевах постоянно мы наблюдаем также гибелинозную корневую гниль. И о грызунах, конечно, говорить можно много. Вот обратите внимание, как проявляются в посевах фиаболезная корневая гниль, о чем мы с вами говорили. Вот это фитоэкспертиза этого года. Посмотрите, какое огромное количество в семенном материале, то есть семена, которые пришли на фитоэкспертизу в этом году, какое огромное количество заселия грибов рода фузариум. Очень много в этом году отмечалось фузариозного ожога. И мы понимаем, что это все мы можем встретить в этом году. Так как у нас цинозы формируются с разной биомассой, мы в цинозах с развитой биомассой, как всегда, огромное количество болезней листового аппарата. Это мучнистая роса и бурая ржавчина, желтая, септериоз, перенофороз, корневые и прикорневые гнили, различные этиологии, и, конечно, фузариоз. Для изреженных цинозов на первое место выходят вредители, потому что посевы изрежены, они лучше прогреваются, и все фазы генерации проходят быстро и эффективно, и поэтому на изреженных полях всегда будет много вредителей. А сорные растения, у которых нет конкуренции с культурными растениями, там всегда их огромное количество. Василий, Юль, минутка. Все. И хотелось бы обратить внимание на проблему злаковых сорняков в пассивах зерновых. Вообще, ежегодно по статистике в регионах, где возделываются зерновые культуры, увеличивается заселение злаковыми сорняками на 30%. Это, конечно же, первая причина, погодный фактор, а самое главное, это, конечно же, щадящие технологии, которые в последнее время очень активно применяются. И мы видим огромное количество заселия злаковых сорняков, которые являются, вы знаете, резерваторами многих болезней, вирусов, что самое печальное. Коллеги, у меня сегодня нет задачи заставить вас запомнить весь ассортимент нашего текущего портфеля. В текущем моменте агробизнеса миграция продуктов из компании – это данность, как бы мы к этому ни относились. Но мы, эксперты Сумиагра, уверены в сильных сторонах продуктов нашего текущего портфеля, а также продуктов третьей стороны. И мы, как компания, всегда рады с вами поделиться полевыми характеристиками этих препаратов, а также экспертизой в целом, ну, по мере наших сил. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Есть вопросы, друзья? Нет? Двигаемся дальше. Давайте коротенько. Может, я просто вам в докладе вы сказали, что здесь на юге, в Краснодаре, не хватило солнечного света, и были проблемы с формированием зерна. По каким признакам было определено, что это не хватило света? Это в основном, в данном случае, связано с фузариозом. Как мы считали, это проявилось на какой-то статусе, с пиелом, 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 с пиелом. Ну, не произошло, она выбилась. Вот, и поэтому это, конечно, связано... Ну, проявления фузариоза, скажем так, они форменно отличаются от проявлений стерильности. Нет, это не на всех сортах. Это сорта, которые, ну, проходили фазу оплодотворения, именно вот в эту фазу, когда были вот эти затяжные дожди, затянутое пасмурное небо. Редактор субтитров А.Семкин